Здравствуйте, дорогие дети, дорогие девочки и мальчики! Записываю вам вместе со своим златоруком, парусом небесной России, моим золотым ручиком, с которым вы уже давно знакомы, определенный пояснительный материал к акции Видео-мама и Видео-бабушка. Бабушка, дедушка, можно Видео-папа. Кстати, достану еще пару небесных надежд. Вот еще, забыл достать. Вот это капустница, крылья павлиня глаз, это мамины глаза, это золото, белое золото небесной России, белый пинг, черное ухо, да, и мой златорук. Так вот, об акции Видео-мама и Видео-бабушка, или Видео-дедушка. В этих книгрушках-крылорушках, как вы знаете, да, которые делаются такими же, как и живые крылоруки, которые выпорхнут из крыла-акрылятора, да, акуклятора-акрылятора, из мечтариума, из бабочкариума, вот как называют это, может быть, более традиционными, вот, словами, да. Вот, они выпорхнут, и вместе с книгрушками-крылорушками вы сможете прочитать вашему ребенку сказку. Напоминаю, эти крылья с секретом, да, вы открываете, здесь можно быть, мало того, что что-то написано, но с помощью вот QR-кодов, пожалуйста, наведите на паузу, вот, и вы попадете, например, на моей литературной странице. Точно так же здесь можно попасть на страницу сказки, и в том числе видео сказки, где она, естественно, заранее надо подготовиться, записать вместе с бабушкой, мамой или дедушкой, и записать эту сказку вживую, и получится, что ребенку можно на ночь, вот, читать, да. Здесь я закодировал всевозможные страницы, посмотрите на них, кому интересно. Вот здесь же вырезалки делаются, да, для того, чтобы делать маленькие вот книгрушки, это все я вам покажу. Ну и, собственно, сама сказка, которая вот может быть распечатана, я вам ее читал, Надежда из Крапивы. Ну, давайте попробую прочитать еще разок, я напомню, эти крылья вот черновые, они у меня немножко испортились, я все в творческих экспериментах, как сделать лучше, ну, придумал, это будет немножко не такая система, вот, а с веревочкой, как дерни за веревочку, книгрушка и откроется, да. У нас же страна фантазия, страна сказок, напоминаю, это первая модель птерариума, где бабочки выходят, рождаются вот в своем акреляторе и могут откладывать яички на кормовые растения, акрелины, в данном случае это макеты, муляжи пластмассовые, вот, ну и вот сказка, Надежда из Крапивы. Однажды одной девочке стало грустно и плохо, всех ее друзей, даже родителей заколдовала злая ведьма-чародейка, чары-колдуни были столь сильны, что одни друзья просто перестали ее замечать, а другие зло шутили и смеялись над ней, и даже мама и папа перестали ее понимать. Мама стала строгая, а папа хмурый, и девочка часто плакала, вместо того, чтобы смеяться. Но однажды к ней в окно залетела бабочка, она села и прямо на нос, иди сюда, мой золотой ручек, перебирайся на крылодром, он уже старенький, давай я подсажу тебя, подсажу, ой, все, он уже немощный старик, дедушка, дедушка, ну, ему уже много-много лет. И села ей на нос, и, о чудо, бабочка заговорила, я помогу тебе, сказала бабочка человеческим голосом, но ты должна выполнить сложное задание, ты должна сшить наряды из крапивы. Дорогие дети, у вас будет настоящая крапива, потому что павлини глаза, мамины глаза, и пестрокрыльницы, которые идут уже в первом комплекте, первых птеррариумов, уже едут в Санкт-Петербург и, может быть, даже в Минск, в Казани, в Москву, по всем городам Российской Федерации, прямо из Космической Российской Федерации, вы помните, да? Ну так вот, ты должна сшить наряды из крапивы и надеть их на всех, кто тебе дорог. Надеть как надежды, это будет сложно, крапива будет жалить тебя и сжечь твои руки, но если ты преодолеешь свой страх, у тебя все получится. Девочка так и сделала. Каждый день она шила по одному наряду, она исколола себе все руки и пожгла все подушечки пальцев. Ей было больно, но она терпела. Ей, да, было больно. Но помня, помня, что сказала бабочка, она терпела, а когда было все готово, она накинула наряды на всех, кто ей был дорог. И, о чудо-чудо, произошло, ее друзья, оказавшись в надеждах, в этих надеждах из крапивы, попросили у нее прощения за свое безобразное поведение, стали звать ее к себе в гости и просто погулять. А родители, родители, мама снова стала доброй, а папа веселый. И они стали ее не только понимать, но даже советоваться с ней по важным семейным делам. Однажды к девочке снова прилетела эта бабочка. Спасибо тебе, поблагодарила ее девочка. А как тебя зовут? Разве ты не узнала меня? Я мамины глаза из Космической Российской Федерации. Но ты легко можешь найти меня. И здесь у вас на земле люди зовут меня Павлиний Глаз. Ответила ей бабочка и выпорхнула в окно. У нее ведь еще столько много дел, ведь на белом свете столько много грустных и несчастных детей. И всем надо помочь. Ну вот такую сказку я рассказал вам вместе с бабочкой. Это златорук. Не мамины глаза. Видите, он хочет кушать. Сейчас я его покормлю. Я кормлю его каждый день. Он еще проживет, я надеюсь, несколько дней. Видите, он очень старенький, слабенький, даже вот упал. Он уже не летает. Старичок. Вот. Я рассказал эту сказку, вот книгрушку, да. Видео мама, видео бабушка. Не только вместе с мамины глазами, которые сейчас в анабиозе спят и готовятся прилететь к вам весной. Но и со златоруком, с папой. Дело в том, что сказки может вам читать и мама, и папа, и дедушка, и бабушка. И Павлиний Глаз, и Махаон, и Капустница. И вот в этом первом наборе, в террариуме, к вам уже приедет и Капустница, и Пестрокрыльница. Это родственница, я напомню. Родственница. Давайте я достану еще немножко небесных надежд. Пестрокрыльницы к вам приедут вот такие. Вот какие из них бабочки вылетят. Это летние формы, из которых они родились. А это весенняя форма. Это удивительная бабочка. Она так и называется Пестрокрыльница изменчивая. Вот за счет разницы в расцветке крыльев весенней и летней формы. Вот еще у нас есть Чудо Света, лимонницы. И изо всех из них можно делать княгрушки. К вам также прилетят и тропические, и заморские гости. Калига Атрей, золотой совиный глаз, золотая сова, брасолида. И морфида синяя морфа, вот бабочка мечтосбывательница. Ну а уж павлиньих глаз у нас видимо-невидимо. Вот вы видите эти княгрушки, крылышки, крылышки, крылорушки для вот этих замечательных игрушек из чурбаков. Ну, пока все. Я рассказал вам очень кратко. И сейчас рассказал об акции Видео Мама, и Видео Бабушка, и Видео Дедушка. Вот все эти удивительные княгрушки могут читать сказки вашему ребенку, даже если вас нету дома. Ему стоит только навести свой смартфон на место, где вы можете опубликовать либо письменную форму, тогда это, конечно, не Видео Мама, а просто сказка, которая может поместиться даже на маленьких крылышках. Вот сейчас вам покажу, достану еще из ящика, да, вот маленькие крылышки такие, да, вот они, например, да, и на них тоже может поместиться QR-код. Соответственно, сказка будет записана даже на малюсеньких-малюсеньких вот мотыльпутах и крылоруках. Ну, а пока все. До свидания, дорогие дети. Мне пора, пора к себе домой на Океарус, Венирус и на Скайрус, в Космическую Российскую Федерацию. Но я не прощаюсь, я говорю вам, как всегда, до свидания и до новых встреч.